Мы начинаем с ТВ Рейд Садоводческое товарищество Сапун Гора Уже набившая оскомину проблема мусора И вот здесь целая гора Что видим? Битые стекла, зеркала, шифер, поролон, даже матрасы Чего здесь только нет И вырастают эти горы мусора как раз у контейнерных площадок Которые, к слову, чистые достаточно и убраны Контейнеры не переполнены Шикарный срок А почему вы не в контейнер положили, а в общую кучу? Контейнер, у меня полконтейнера займет Это коробочка буквально Ну раз накидано, уже можно сверху Вот, смотрите, 4-5, вот я уже начитала, 5 колес Смотрите, что выносят Это можно вот туда кидать? Это нельзя туда кидать У нас не забирают контейнера из-за этого Просто-напросто, если докидают мне вот такое вот стекло Я вытаскиваю, а куда в ней? Потому что мне не забирают Почему сложилась такая ситуация и есть ли из нее выход, узнаем в правлении садоводческого товарищества? Значит, нас обслуживает АДП-26-28 Вывозят по графику, там прецензий к ним нет Обидно то, что никто не интересуется, есть ли у прилегающих там ИЖСов, садоводческих товарищей, есть ли у них договор на сбор и вывоз ТБО И там 700 участков, и они все везут сюда Мы просто не в состоянии каждый день вывозить такой объем мусора, вы понимаете? Вот автомобиль, приехал три раза, полную машину, четверка красная, полную машину, вы видите уже гора какая, да? Видите, вот это 9 число, 6 пусто было Откуда он приехал? Приехал оттуда из города А вы как это узнали? Ну, у нас камеры стоят А сколько точек у вас мусорных? Четыре, вот они, все четыре И на всех сейчас мусор, да, после выходных? Да, да, да А сейчас опять будем нанимать машины, вызывать бюджетные машины Конечно, дополнительно, это все дополнительно графику Сегодня опять будем вывозить этот мусор Ну что ж, вы все слышали сами, надеемся, обещания будут сдержаны и отправляемся дальше Из садов в жилой квартал Проспект Октябрьской революции 32, но проблема все та же Мусор и грязь, и все из-за территориальной коллизии Вот 100-метровая дорожка То есть здесь, это считается городская белая зона Это не территория управляющей компанией Вот наглядная граница, где кончается благоустройство И начинается так называемая белая зона Которая много лет бесхозна Ну, до того неприятно Вот идешь по помойке Вы посмотрите, что творится И пакеты, и бутылки, и сучья Ну, тут все, что только можно Я не знаю, ну Видите, даже люди сами делают заграждения Потому что здесь ходит у нас еще и транспорт Вот тротуар Да Вот это тоже одна из белых зон, я так понимаю Что вот между 26 и 32 домом дорожка идет к детскому городку Естественно, здесь и мамочки с колясками Здесь невозможно гулять, да, где здесь гулять? Грязь везде, мусор, бычки варяются Бутылки от пива Ну и плюс заходишь, тут всегда сидят То ли наркоманы, то ли алгаши какие-то проходишь здесь Невозможно Будут ли и дальше местные жители оставаться у разбитого корыта Узнаем в муниципалитете Гагаринского района Насколько мне известно, данная территория является собственностью города Севастополя Опять же-таки поймите, что у меня сведения в настоящий момент Она включена в приказ департамента городского хозяйства И передана под уборку другого парка и сквера Есть информация, но она буквально месяц-два как попала в приказ Соответственно, теперь эта организация должна включить ее в контракт со своей подрядной организацией Которая осуществляет уборку После этого там начнется уборка И я добавлю, ситуация на контроле в правительстве В Рио губернатора Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства Выявить все белые зоны в городе, чтобы в дальнейшем закрыть этот вопрос Хорошо то, что хорошо кончается Как на Михайловской 19 Собственно, вот суть проблемы, которая здесь была Здравствуйте, здравствуйте Вот видите, как у нас идёт И вот газеты все выпадают, квитанции не могут положить Управляющая компания «Север» Проводила ремонт там подрядной организации Они еще не закончили Срок выполнения работ до 30 ноября 2019 года То есть в срок подрядчик уже не вложился Мы будем надеяться, что хотя бы работу он все завершит до конца Ну что ж, надежды оправдались Жильцы позвонили нам снова и сообщили, что установлены новые ящики И сейчас мы своими глазами посмотрим на них Вот эти ящики на 18 квартир, три секции Каждая ячейка на замке установлена Достаточно крепко, ничего не болтается Все достаточно цивильно Вот открываются они Вот Даже квитанции пришли лучше Теперь ничего не падает, не выпадает? Нет, ничего не падает, ящики забрали Вот все хорошо И ваша проблема Обращайтесь к нам в редакцию Наш телефон Плюс семь девятьсот шестнадцать семьсот шестьдесят семь Шестьдесят один ноль один Остальные контакты расположены у вас на экране Для вас работали Эльдар Савудобаев и Владислав Иванов До встречи в новых СТВ рейдах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова